Друзья, всем привет! С вами снова Эзазепа, и это Гром 2 Total War. Вот, продолжаем наши походы, захватывать Европу. Насколько мне помнится из предыдущей части, вроде с этим пацанами воюем, или подожди. Где-то тут наши враги. Надо посмотреть внимательно по карте. Вот, вот они. Кто это? Арверны. Ну, ничего, справимся. Видите, еще там что-то борются. Но им осталось уже недолго. Вот этих можно было захватить, в принципе. Мы с ними вроде как контачим, так что... Так что я думаю, это не стоит делать. А, у нас даже договоров нет, у нас просто хорошие отношения. Но, ребята, вам выгоднее было бы заключить договор. Давайте посмотрим, что там царские скифы делают, потому что... В этой серии мы просто обязаны их добить. Наемников нанять мы пока не можем. Денюшек нету. Вот в чем беда. И тут, короче, наши пацаны, короче, на подмогу подходят к нам. Будут помогать. Ну, давайте конец хода. Все равно тут уже не походишь особо. Наш куда-то скачет, я уже не помню зачем. А, мы же там к этим продвигаем, к нашим союзничкам, которые ничего, собственно говоря, не делают. Только как и направляют нас на войны, которые нам, в принципе, не нужны. Ну, здесь... Здесь без шансов. Давайте 8%, чтобы хоть как-то их подтрепать, я не знаю. Ну, шо ж поделать, Масалию мы сдали. Но мы ее сейчас вернем. Мы сейчас ее обязательно вернем. Давайте торговая, потому что с вами я пока не буду воевать. Торговать так торговать, да, как говорится. Ну, мне потом право прохода потребуется. Надо сейчас из воин повыходить, потому что, ну, это бессмысленно. То есть, чё, я их слушаю, блин, когда они мне только указывают. И вообще, пятачок какой-то, блин, диктует свои правила. Но это непорядок, я считаю. Мирный договор. Не, ребят, вот если бы мне там 40 тысяч забашляли бы, я подумал бы. А так уж извините, давайте до конца биться. Чё, на нас хотите бы кануть? Ты серьезно? Пацан, тебе жить надоело? Давай, повоюем. Ай, валите на все четыре стогана. Где там бунт начался? А-а-а! Так, тут. А шо это мы тут бунтуем? Ну-ка, давайте общественный порядок поднимать. Не, гарнизон мне там не нужен. Так, нам надо Масалию отбить и рабов отсюда. Вы где? Ну чё, больше не сбежишь. Нам тут восстания не надо. Давай среднюю тактику. Латинские мятежники. Ну, мятежников мы убиваем. Ну, ты в город давай. Сейчас мы тебя повысим немного. Давай, повышайся. Не знаю. Ну, а что-нибудь такое? И какую-то новую традицию вкачаем армии нашей. Средние осадные машины. Так и ближнего боя у всей конницы. Вот конница, вот это хорошее занятие. Общественный порядок будем в Риме поднимать ещё. Блин, ну там бабосики нам нужны, поэтому я сейчас всё сливать не буду. И что-то мы вкачать можем. Это что? Я бы хотел общественный порядок ещё поднимать. Чтоб он сразу стабильно был. Ну, сколько с исследованием 135% даёт. По-моему, неплохо. Так, и давайте повыходим с войн, которые... Нет, с вами мы уже, так сказать, довоюем до конца. Вы против нас, да? С вами. Рим. Мы с вами в войной? В войне? А, ну да, точно. Сиракузы. Мне наплевать на вас. Как хотите. Царские скифы. Не хотят. Не хотят мирный договор. Не хотят мириться. Давайте наш город возвращать. Поджали этих ребят. Ладно, уже один ход потерпим. Здесь войска можно желательно наёмные. Подожди. Так наёмников много, да? Вот тебе надо. Да, конец это не очень хорошо против наёмников. В смысле, техноземных войск. Тут уже ничего не попишешь. Давай это, раскапывайся, короче. И ты давай на нормальный шаг. И ты давай на нормальный шаг. Ты, давай, ходи. Ты можешь даже окопаться. Ты тоже уже не окопаешься, да? Так, ну войска мы поднаняли. В принципе. Что здесь у нас? Надарим дожимать, да? Как фаденцы. Мятежники какие-то там. Но у них, я смотрю, не лучшие времена, чтобы нападать вообще в принципе на кого-то. Не, ладно. У тебя он был со следующего хода. Тебя можешь поднанять кого. Всё же лучше, да? А тебе уже денег не хватит. Но всё равно посмотрим. Не, не хватит. А, ты же и так фуловый. Это же конец хода. Вот и всё. Так. А сесть поудобнее. Там чувак нанимается. Если он так ходить, то он уже не мог. Ой-ой-ой, давай-ка отступим. Всё равно сейчас догонят. Они нам пизделей сейчас навешивают. Что там у конницы? Вот, собственно говоря, и навешали нам люлей. Отступить мы уже не смогли. И эти там подходят, да? Поджимают. Не дают нам. Сиракузы тут, блин, всё плавают. Да плавают. Я им, в принципе, предлагал мирный договор. Не, ребята, уже всё, поздно. Ну, по-моему, нам сами в войну объявили. Серьёзно? А ты кто? Ну, давай, не знаю, 86. Пыгнём тебя немного. Казнить, конечно же. Чё это они? Где бунт? So, motherfuckers, или асли? Вот здесь уже, пожалуйста, наймись. Ты не можешь, а ты можешь? Терминирую губт? Ты не можешь? Мы возьмём эту дедовку? Терминирую губт? Ты не можешь? лично это мы отправили давайте уже тогда добивать проблем не составляли еще войну потянем одну давай чтобы город особо не рушился так уж и быть захватим оккупировать все наши и цены кто такие старые знакомые подожмем я хотел бы кое-что другое сделать это у нас еще столько все предстоит да интересно вот это надо выжить это будет посложнее это будет гораздо посложнее так где там римляне давайте поход на рим да слишком слишком я разошелся давай да нанимайся хера себе ты много можешь нанимать что ж ты сразу не сказал а наемников лишь бы второсчет давайте отобьем наш город обратно это повторение мать учения да да подожди понял что-то другое да вот это неплохо дальность перемещения ну что починить не можем это да починить мы это пока не можем что у нас тут ты нанимаешься на это мятежники что делать с армией которая сидит у меня тут все правильно думаете она пойдет воевать хотя можно это сделать небольшим перерывом так эти не объединяются это разные отряды так что касается вас снизим немного количество наемничков чтобы увеличить наш указан все не объединяются я не знаю как то так еще подожди мне очень много конница мне это не очень нравится смысле вот этих вот пацанов вот вас распускаем в любом порядке это дальненький да подожди это ближенький вот это дальненький не знаю тебя 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 мы распускаем вам тоже немного подсохротим наемничков наемничков да бабосика у меня нет уже но зато мы подняли наш доход вернули город что-то римляне избегают от нас но эти пацаны я смотрю трудности не боятся это нас садники ветераны а у них эти копья ладно вернем вернем и лучше еще будет масали хорошо что отбили оккупировали эти опять сбегают куда то мне не совсем нравится эта близость с сиракузами которые с нами воюют вроде они пока ссутся на нас нападать так что проблему можно и лишить ну чего вы здесь армию держите понять не могу не чтоб пойти подсобить если мы бы смогли отвоевать полмира где осадили мой порт а в риме ну я понял а то есть наемников мы не можем да я понял кто же нам помочь может нанимать войска мы тоже пока не можем да кто у вас там иконится у вас очень мало да а у нас а у нас тоже не очень то и много ясно будем ждать то есть иконы пока не можешь, да, первый ход. Ну что, потерпит. И что, ну давайте тогда подождем. Потом мы сносим. Ставим для общественного порядка. Вот это делаем. Правда, пищи станет у нас очень мало скоро. Но мы эту проблему тоже лишим. Давайте занимаем рим. Рима уже почти не стало, кстати. Но один чувак должен вернуться, чтобы мог поддержать общественный порядок. А лучше всего время. Так. Вы же тут ходить не можете, не можете. Все, конец ходу. Зря вы свои войска отвели. У вас вдвоем могло что-то и получиться. А так у вас ничего не получится. Буду благосклонным. Вы же солдаты, а не бунтари. Бунтарей, короче, я буду лезать. А армию я буду отпускать. Не знаю. Все. Я так решил, так оно и будет. По-моему, это справедливо. Бунтари, они, блин, совсем другое. Армия, если они там по приказу как-то действуют. То есть обычные солдаты. А тут, блин, какие-то гопники поднялись, собрались армию, блин. И, короче, перевороты все эти гражданские делают. Все, назначение сделали. Давайте будем потиху подходить к Сиракузам. Потому что тут, я так понимаю, капитальная такая война нас ждет. Понемножку будем поднаниматься. Хотя это тоже касается. А, поскольку на одной территории находитесь, да? Ладно, этого сделаем проще. Наемничков немножко подраспустим для казны. Вот так вот. Так, собственно говоря, нам нужно вот этих вот отмесить немного. Все, один пал. Отпускаем пленных. Ну, ты надо? Но. Ну, ты не живой. вот так ну что кто еще хочет с нами потягаться у вас там все окей у вас еще пока не все окей подожди у вас там все окей но может эти пацаны убыске как считаете вот из-за этого пи . блин они нормально вот не могу не могу так наводи все что хотел сделал что у тебя с армии у тебя фуловая армия сиракузы господа лава сиди там я еще хотел глянуть здесь вот так потихонечку будете подбираться да хорошо подбирать сиракузиков мы выбьем там гарантирую 58 вот так хочется этих побить сиракузы вышли на тропу войны понимаю что жопа приходит а то есть уже мирно да когда я вам предлагал вы не хотели да говорится ребята поздно пить богжоми я вам сам блин предлагал я не хотел с вами воевать понимаете в чем проблема не хотел не понял потому что у нас баканусь решили тодиго стоп подожди агрег на наш город да бомбят безысходности походу на подожди подожди бомжи блин несчастны что будет если я сейчас приду бомжи блин вы же понимаете что ничем хорошим для вас то не закончится вы нас держали парни в осаде выпаде мне которые я а и Мы с вами воюем. Да? Вольки. Я пошутил. Или, может, не пошутил. Сколько у вас? 14,20. 24. Что там по поводу мирного договора? Я вам предлагал, что вы мне сказали. Что вы отказываетесь от мирного договора. Следовательно, вы на это пошли намеренно. Ой-ой-ой, подожди. А ты тут крепчаешь, да? Я смотрю с каждым разом. И именно поэтому я буду делать вот так. А что касается вас, уважаемые господа, то мы будем собираться вот здесь. И, собственно говоря, потом топтать вас ногами. А почему я хочу вас топтать ногами? Так. Одну секундочку. Одну. Считаем запись. Извиняюсь, по работе звонили. Вот. Никак иначе было. Не хочешь, да? Куда-то они там походным шагом собрались. Я думаю, в принципе, все. А, в Риме, по-моему, там эти появились. Не, они появились. Вот, чтобы у нас деньги еще появились. Вот, чтобы главное, чтобы у нас появились. Как говорится, да? Эдикт. Блядь, в сути палят наш город. И главное, пиздерей дать некому. Поднаняться, что ли, кому-то. Хотя по одного. Все идет, как говорится, да? Я первый раз. Ну вот, ребята, к чему приводит упрямство. Я, конечно же... Все понимаю. Галлы, да? Ну, вроде с вами не... Не того, да? Так что давай, ладно. Поздно. Поздно, ребята. Поздно. Товарищи Сигакузо. Ай, блядь, я ж не глянул там. Что они там мутят. А если мы вот так сделаем? Ну и тобой отступим. Походу, рано я на вас пошел с войной. Подтрепали нас. Одного закололи, да? Пидор ушастый. Такие решили, да? Напасть на нас. 55%-то вроде неплохо. Тяжелая победа. Вы, блядь, мятежники. Ну что, ребята. Ваше последнее слово. Ваше последнее слово было молчанием. Теперь это наша земля. Так, денег мы немного. Потратили. Армию сейчас восстановим. Главное, чтобы нам тут не подгребли. Что по поводу вас? По поводу вас. Мы обещали вроде как встретиться, да? И пускай кто-нибудь скажет, что я не держу обещаний. Пога кто-нибудь, чтобы нам тут не подгребали. Мы с тобой просто находим. Вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот тебе, да? Давай вот это. И потом захватим Лилибей. И потом захватим Лилибей. И потом захватим Лилибей. Ребят, я уже свое мнение выразил. Вы не просто мирный договор предлагаете, вы... 60 тысяч. 60 тысяч для вас и не меньше. Они уже наших ребят бьют. Давайте назначим. Это, короче, будет твой остров. Заслужил. Надо бы пищу как-нибудь поднять. Я вот думаю, как. Ну, у вас тут вроде как... Подожди. Вот это нам не надо. Уж извиняете. Так, ну раз мы с вами воюем... Почему бы нам сейчас не донанять отряды, так как говорится, да? Давайте лучше Мечников, потому что они более эффективны в ближнем бою. Вот так вот даже сделаем, чтобы одного со следующего хода. Нет, ты будешь мешать только. И пойдем уже отвоевывать Италию до конца. Тут уже ничего не попишешь. Раз уж мятежники решили с нами воевать, то мы будем воевать с ними. Ну, ты нанимайся. Откармливайся, как говорится. Бегущие Менгиры. Ясно все. Подожди, я там войска подвожу. Чуть было, не забыл про вас, ребята. У меня есть замечательные большие пики для вас. Царские стифы. Подожди. Это мы, что, если почти уже до Крыма дошли? Почти дошли. Почти дошли. Почти дошли. Продолжение следует... Эти ребята тут тоже дух боевой не теряют. Ага. Кто-то к нам прискакал. То есть от нас ускакал. Как-то вдоль они пошли так. Угу. А давайте. Установим баланс сил. Ну и добьем их. Сирокузов. Ну и что, а потом мы пойдем и на вас. И на вас. Так что будьте вы, ребята, бедные. Я бы, конечно же, сейчас повыходил бы с этих войн. Так сказать, ради экономики. Но я поделать ничего сейчас не могу. Так что будем перестраивать. Спасибо. 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 Зря на походном шаге пошел в город. Я думаю, на этом можно серию и завершить нашу. Подожди, 14-я там была. Я же 14 уже отснял. Ладно, назовем пока 14, там посмотрим. Ну вот. А с вами был Зазепа. Обязательно поставьте лайк. Ждите продолжения следующей серии. Ну, собственно говоря, удачи. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok